План по сбору налогов, собственно доходная часть, на сколько выполнено все? 33%. Это обусловлено чем? Такой низкий показатель. Бюджетно-образующими организациями у нас представляют заготоведческие хозяйства в связи с отсутствием сырья. Понятно. А форма собственности этих хозяйств? Общество с ограниченной ответственностью. Форма собственности это государственное предприятие? Частное. Частное предприятие. То есть ваш бюджет, доходная часть бюджета Чемчирского района формирует частное предприятие. Так, да? Об этом жители знают? Безусловно. Знают, да? Это о роли, которые может частный бизнес играть в экономике в целом. А государственное предприятие какой процент бюджета формирует? Он у нас минимален. Фактически на долю государственных организаций у нас приходится порядка 10%. Ввиду того, что в основном все организации у нас являются убыточными. Все убыточными организациями являются муниципальные государственные предприятия. То есть проблема у нас в этом, да? Государственные предприятия у нас убыточные, работают неэффективно. Это, безусловно, проблема не только от Чемчирского района. Это проблема вообще в целом по стране такая. Государство помогает Ачимчирскому району в виде субсидий и дотации. И плановые показатели выполнены, да? В обязательном порядке. Всем известный объект в Тамышах, Золотое Уруно. Сколько человек там работает? Там, вот по моим данным, сегодня там работает 68 человек. В основном это все местное население, которое там работает. Заработная плата рабочих составляет в среднем 32 тысячи рублей. Вот пример занятости, правильно, да? Это только те, которые работают на самом объекте. Какое-то количество людей тоже привязано к этому объекту. Там, по-моему, не все еще... Планируется больше 100, но у них пока загруженность неполная. Вот на сегодняшний день 50 человек работает. Тоже в основном все это местные жители. Но сегодня вот на данный момент отдыхает 161 человек. Должно 600. Но они только еще пока раскачиваются, они доделали ремонтные работы. Пока мы не будем развивать частный бизнес, здесь в районе разрыв будет еще больше. Провалов будет больше. Потому что государство не может вести эффективную хозяйственную работу. Это не функция государства. Это функция частного бизнеса. Таково устройство экономическое. И наша с вами задача сделать так, чтобы экономическое активное население, количество активного населения экономически росло. 30 лет прошло, как закончилась война. Великая Отечественная война закончилась в 1945 году, а в 1957 году Советский Союз запустил искусственный спутник Земли. А в 1961 году, через 16 лет после войны, Юрий Гагарин покорил космос. Так восстанавливали разрушенную страну. А мы это сделать до сих пор не смогли. В силу известной степени до 2008 года объективных причин и субъективных причин тоже. И в большей степени в последнее время все это субъективные причины. Сколько школ было построено, дорог, театров, кинотеатров, стадионов, исходя из собственных возможностей. Как долго мы будем ходить с протянутой рукой? Об этом надо думать всем руководителям. Почему я говорю на эту тему? Потому что была предложена программа развития туризма как ключевой отрасли нашей экономики. Туризм является ключевой отраслью на самом деле. И его надо развивать. Это нам понятно и по духу близкое направление деятельности. За туризмом пойдет развитие сельского хозяйства. За туризмом пойдет развитие села. Соответственно, сохранение нашей культуры, нашей традиции. За это им пойдет развитие транспорта, логистических возможностей страны. Мы можем жить по-другому. У нас есть программа. Мы сталкиваемся с серьезным сопротивлением. Небольшого количества людей, но громко и красиво говорящих. Правда, то, что они говорят, не соответствует действительности. То, что они говорят, является речью на грани фола. Они вышли далеко за рамки экономики. И говорят о вещах, которые вредят нашему государству. Конечно, легко говорить, ни за что не отвечая. А нам, руководителям района, республики, депутатам, ответственным людям, необходимо решать конкретные вопросы. Сегодня, сейчас и здесь. Сегодня нужно лечить больных людей. Сегодня нужно давать качественное образование. Сегодня нужно защищать свою страну подготовленными вооруженными силами. Сегодня нужно, чтобы призыв вооруженной силы выполнялся. Чтобы наши солдаты жили в нормальных условиях. Нормально питались. И чтобы у них было достойное бундирование, вооружение и техника. Это никто не хочет из них видеть. Из тех, кто нам оппонирует. Развитие отраслей экономики, таких как туризм. И в связи с этим принятие закона о правовом статусе апарт-отеля являются важнейшие вещи. То, о чем говорят, с какими рисками мы можем столкнуться, с какими проблемами. Если эти вещи, возможные риски, не заложить на стадии принятия закона, да, они могут остаться рисками. Но те, кто готовил проект этого законопроекта, группа специалистов, этим занимались давно. Там заложены все эти нормы. Ключевые вещи заложены в этом законе. Речь идет о том, что тот, кто будет приобретать эту коммерческую недвижимость, он не будет получать политические права, гражданство. Эта программа носит ограниченный характер, то есть лимитированный характер. Приобретать эту недвижимость коммерческую не имеют права люди, которые не согласны с существованием абхазского государства. Которые ввели вооруженную или невооруженную борьбу против нашего государства. Люди, которые приобретут эту коммерческую недвижимость, не имеют политических гражданских прав, они не могут считаться населением республики Абхазия. Соответственно, никакой демографической угрозы они не несут. Когда проводят параллели о том, что идет колонизация Абхазии, имея в виду то, что происходило в советское время со стороны Грузии, и как они говорят, наши некоторые общественные деятели с двух сторон, это две разные вещи. Те люди, которые проживали в Абхазии, не признавали существование абхазского государства, но имели такие же политические права. Такую ошибку мы допускать не собираемся. Но это нужно нам с вами развивать экономику. Сегодня мы были только что по набережной. Сколько лет в Ачимчире не велся ремонт набережной? Последний раз 10 квадратных метров набережной в Ачимчире. Когда было уложено? Можете мне рассказать о Ачимчире? Когда это было? Про Сергея Васильевича Богабша, если я помню, да? Не тогда, когда он был президентом, а когда он был первым секретаром райкома партии. Это 40 лет тому назад. Но эта набережная должна быть проведена в порядок? Должна быть. За счет каких возможностей? Если бюджет провален. Стадион Ачимчирский. Это не просто поле, где играют в футбол. Это место, вот как раз таки стадион Ачимчирский, я ввел бы в список памятников историко-культурного наследия и спортивного наследия. Потому что на Ачимчирском стадионе начинали играть выдающиеся абхазские советские футболисты. Это не просто спортивная площадка. Построили к чемпионату мира в России, в Саранске там стадионы. И у них не было таких игроков, как Виталик Дороселья, Няздзябшипа, Ахрацвейба и так далее. Но на что похож стадион? Так должно быть, в Ачимчирске такой должен быть стадион. Я почему об этом и говорю? Я рассчитываю на вашу поддержку. Потому что вот эта дискуссия, которая идет, должна закончиться. Дискуссия это нормально, когда идет в паровой форме. Принятием соответствующих законов, которые дадут возможность для нашего развития. Я один на эту тему больше всех говорю. Потому что так уже получилась президентская страна, президент за все отвечает. И это нормально, когда люди приходят к нам, просят помощи. Ненормально то, что мы им помочь не можем, Беслан. Ниоткуда взять. В застывшем все состоянии. Мы не смогли выйти на тот уровень, который был в советское время хотя бы поцитрусовым. Зная, что это ликвидная продукция, зная, что конкуренции в этом плане нет. Мы это не смогли сделать. Потому что у нас нет денег, чтобы вложить эти деньги в сельское хозяйство. Банковская система наша не может предоставить такого рода ресурсы, как дешевые кредиты. Замкнутый круг. До тех пор, пока наша экономика будет закрытой, будет так. Но мы параллельно, открывая экономики, даем условия для того, чтобы наш бизнес себя чувствовал тоже комфортно. Это будет работать на наш бизнес. И еще одна сложнейшая проблема, о которой мы не говорим четко, Беслан. Это надо говорить акцентированно. Потому что в корне наших проблем именно вот эта проблема. 15 тысяч трудоспособного населения у тебя, да, ты сказал? Да. Сколько человек работают на Делиной? Сколько человек имеют возможность работать? 5 тысяч, 4, 3, не больше, правильно? Эта картина не меняется уже 15 лет. Это нормально? Когда люди проживают жизнь, нигде не проработав, не найдя работу. Очень много слухов, да? Я готов на все ваши вопросы ответить. Я хотел бы знать от Ачимчирцев, от граждан Абхазии, присутствующих здесь. Какие у вас переживания в связи с тем, что сегодня рассматривается закон о правом статусе апарт-отели? Эта же тема сегодня самая такая обсуждаемая. Задайте вопросы, я готов на них ответить. Скажите, пожалуйста, Александр Георгиевич, сколько приблизительно допустимо процентов прибрежных территорий под строительство апарт-отели? Если программа будет принята в том виде, как предлагается, это всего 300 гектаров на всю Абхазию. 300 гектаров это примерно столько, сколько была кинская птицефабрика. 10 тысяч береговой линии. Из них 10 процентов, это будет 0,3 процента от береговой линии. Много? Это то, что изменит экономику страны. У нас есть мусоросвалки, которые занимают большую территорию, чем возможные проекты. Мусоросвалки очень опасны для страны, для людей. Например, в Гагре свалка, которая не имеет границ. Это вы правильно вопрос задали. Мы почему-то думали, что нам на эти вопросы мы отвечали. Мы говорили, что это примерно 300 гектаров земли. Вся программа по всей Абхазии. Но это же не только прибрежная линия. Это может быть и километр, и полтора. Это разные места могут быть. Процесс надо запустить. Он носит лимитированный характер, ограниченный характер. Всегда в этот закон можно будет внести изменения, еще более его ужесточить. Если исходить из существующих норм и правил, апарт-отели можно строить. И уже их строят. В городе Сухум есть примеры. И построили, и продали. Мы хотим, значит, этому процессу придать прозрачный характер. И извлечь из этого для бюджета дополнительную прибыль. В городе Сухум, напротив отеля Леон, построен комплекс, как он там называется? Акватория. Да, и он уже продан. Но государство с этого ничего не получило. Мы предлагаем ввести специальный налог дополнительно в отношении владельцев апарт-отелей. Реализация данной программы обеспечит работой около 20 тысяч наших граждан. Из них до 8 тысяч это работники сферы сельского хозяйства, торговли, транспорта, культуры, потому что объектов культуры и так далее. Такой мультипликативный эффект развития туризма. Строительство такого, скажем, реализация такой программы увеличит потребность сельхозпродукции в 5 раз. Если мы сегодня производим сельхозпродукции, ну там примерно на 2 миллиарда рублей, в 2035 году если эта программа будет реализована, нам потребуется на 11-12 миллиардов рублей сельхозпродукции. Это гарантированный сбыт. Мы можем поставлять соки и воды, овощи и фрукты, мед, кондитерские изделия. Это все может быть нашим. Вино, водка, это все может быть нашим. Мы можем поставлять рыбу, не то что ловят на Черном море, и то что ловят. У нас сейчас в этой отрасли, под отрасли сельского хозяйства наметились определенные подвижки. Предприятие появилось в Гальском районе, на Кодор. У нас появилась товарная икра в Абхазии. Это все будет оставаться здесь. Люди будут заняты делом. При этом отсечь, отсечь то, что не нужно. Да, механизмы такие заложены. Без права приобретения гражданства. Количество прожитых дней фиксируется. У нас есть специальная служба, миграционная служба. Контроль за уплатой налогов. Рост, значит, потребления сельхозпродукции, значит, рост его производства. Значит, в селах будут оставаться люди, будут жить. Потому что их продукция будет востребована. Определенную настороженность это вызывает, возможно, у отельеров, у тех, у кого есть отели. Они, наверное, боятся конкуренции. Но это, на самом деле, тоже неправильная история. Потому что наша страна может принять, если Сочи принимает, которые меньше нас в разы, 7 миллионов, а мы принимаем 400 тысяч всего тех, кто приезжают к нам на 6-5 дней. Там конкуренции не будет. Этот рынок тоже состоит из своих сегментов. Это 2 звезды, 3 звезды, 4 звезды, 5 звезд, выше. Поэтому на всех хватит, как говорится. И самая главная история, одна из самых главных историй. Вот мы долгие годы, а старшее поколение помнит, живем без аэропорта. Это удобно вообще, как вы полагаете? Государство не в состоянии, не имеет денег своих. Значит, нужны инвесторы. А инвестор считает, если он вложит деньги в аэропорт, когда он эти деньги окупит, за счет кого? Если не будет туристического потока, если не будет пассажиропотока, кто ему эти деньги вернет? Это вещи взаимосвязанные. Поэтому я вчера говорил, и сегодня говорил, и говорю, принятие закона о правом статусе апарт-отелей – это новая экономика завтра. Новая современная конкурентоспособная экономика, которая будет работать прежде всего и главным образом на обеспечение интересов народа Абхазии, на обеспечение интересов абхазского народа. На это все направлено, никак не на другие цели. Мы у себя дома, мы хозяева. Земля наша, она не продается. Ею будет пользоваться на ваших, на абхазских условиях. Но она должна нас кормить. Она должна нас кормить, земля. Земля не должна быть заброшенной. Земля должна быть ухоженная. Лес должен быть похож на лес. Даже за лесом надо ухаживать. Лес у нас болеет. Пастбище, как пастбище. Объекты туристические, как объекты туристические. Инженерная инфраструктура, инженерная инфраструктура. Все это надо восстанавливать. У нас шикарный потенциал. Он не раскрыт. На самом деле потенциал. Но он может остаться потенциалом нераскрытым. Его надо раскрыть и обернуть все это, весь потенциал, на пользу для наших граждан. Чем мы и занимаемся вместе с вами. Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...